здравствуйте мои дорогие мастера и мастерицы гости моего канала мои подписчики меня зовут светлана и я вас рада приветствовать на своем канале клубок шоу сегодня мы с вами свяжем вот такую кофточку из плюшевой пряжи меня достаточно давно просят на чтобы я сняла мастер-класс по вязанию и из такой ниточки поскольку появилось очень-очень много фирм которые выпускают плюшевую пряжу это я буду вязать из пряжи фирма лизы называется она софте может быть я неправильно конечно дарине ставлю или софте серия детская это серии baby состав пряжи стопроцентный микрополиэстер и и в 50 граммах 115 метров если кому интересно цвет триста шестьдесят четвертый у меня на эту кофточку ушло с 90 грамм вот точно я количество не могу сказать сколько именно вот этой пряжи но это общий вис кофточки а поскольку рукава манжеты горловина и низ кофточки связан у меня пряжей фирмы пихорка это детский каприз она я вязала в две ниточки почему я именно остановилась что вязала резинку другие другой пряжей поскольку вот минус пряжи вот этой софте что она не держит резинку и поэтому я решила связать резинку другой пряжей если для вас это не принципиально то вы можете и и елена связать резинку такой же пряжей не переходя на другую я вязала спицами 2 75 хотя производитель рекомендует а спицы от тройки до пятерки но я попробовала несколько связать образцов у меня получила полотно получилось достаточно дырявые поэтому я решила остановиться на этих спицах и по поводу на самой кофточки кофточку меня связано от горловины она вяжется совершенно без швов мы с вами свяжем регланом затем а по линии спинки вывяжем росток и уже затем разделим на нашу тело наши кофточки и в конце свяжем рукава ну вот кажется и все что нам с вами потребуется поэтому вы можете взять любую другую фантазийную пряжу не обязательно именно этой фирмы та пряжа который вам понравится и будем уже вместе с вами перед началом работы я связала образец посчитала плотность и на по табличке посмотрела обхват шеи так как мы будем с вами вязать от горловины у меня получается 23 с половиной сантиметра я добавлю два с половиной сантиметра на свободное облегание это будет у меня 26 сантиметров и я перевела эти петли эти петли эти сантиметров петли 36 петелек у меня будет на 4 регланных линий по 2 петли поэтому я сразу же из 36 петелек вычитаю 8 это наши регланной линии получается 28 28 мы делим на 3 у нас получается это 9 9 и 1 петля в остатке у нас а каждая часть это 9 петелек на спинку на перед и третья часть на рукава мы сразу же вот одну петельку которые лишние я прибавляю ее к переду поскольку нас с вами будет спереди проходить планочка поэтому две полочки должно быть четное количество 10 сразу же я ставлю 5 петелек по 5 и от рукава тоже четное количество эту одну петельку я добавлю к спинке по спинке будет 10 и на рукавах остается по 4 петельки теперь на все надо к количеству нашего наборного ряда прибавить петли планки я планку буду вязать сразу же поэтому я посчитала что планка где-то будет у меня около 4 сантиметров или 6 петелек поэтому на планочку нас вот таким образом у нас будет 3 петли на одну сторону заходить и 3 петли на другую сторону и таким образом у нас на полочка будет по 8 петелек в конечном итоге когда я прямо все пересчитала нам надо набрать будет 42 петли и плюс 2 кромочные я уже начала вязать резинку сейчас я покажу как я ее выполнила наборный край у меня выполнен с помощью итальянского способа у меня есть подробный мастер-класс ссылочки я вам оставлю ну вот вкратце покажу как это делается набирается он на одну спицу первая петелька набирается обычным способом следующие петельки у нас выполняется таким образом мы спицу заводим под ниточку которая у нас около большого пальца затем ведем нашу спицу указательному пальчику ниточки мы перед перекрещиваем и так у нас с вами получилась первая петля теперь мы спицу заводим уже под ниточку который идет от указательного пальца к большому ниточку перевернули еще одна петля и так мы с вами будем чередовать наши петельки и последняя петля как обычно это у нас она будет наши кромочные работу поворачиваем 1 кромочную мы с вами снимаем и провязываем следующий лицевой следующий петельку мы снимаем нить перед работой лицевая следующую снимаем нить перед работой лицевая снимаем нить перед работой последняя петля у нас изнаночная работу поворачиваем и также вяжем следующий ряд 1 рам петельку снимаем лицевая нить перед работой петельку снимаем лицевая петлю снимаем нить перед работой и последнее вот так мы с вами выполнен для наш наборный край и теперь уже с третьего ряда мы переходим к вязание резинки чередуя 1 лицевую 1 изнаночную 1 лицевую 1 изнаночную 1 лицевая 1 изнаночная и последняя изнаночная петля это наша кромочная вот таким образом у нас с вами произошел наборный край и начал резинки я провязала 4 ряда и сейчас мне надо сделать первую петельку под пуговичку я первую кромочную петлю снимаю провязываю 3 петли 1 2 3 и протяжку предыдущего ряда я одеваю на спицу и провязываю ее лицевой петлей следующие две петли я провязываю вместе здесь нам надо с вами посмотреть у меня здесь лицевая изнаночная лицевая изнаночная значит вот эти две петли следующие надо провязать лицевой я изнаночную пока снимаю не провязанной лицевую петельку переворачиваю чтобы она не получилась на с вами скрещенной и провязываю две петли вместе и уже дальше продолжаю вязать по рисунку это у меня получается петелька на на так на какую значит на левую до на левую сторону а поскольку у меня он голубой комбинезончик поэтому как бы предполагается что он будет для мальчика если для девочки вы будете вязать значит в конце ряда точно также не довязывая до конца работы 5 петелек мы с вами провяжем две петли вместе сделаем накид из протяжки предыдущего ряда затем три петли провяжем и последний кромочная петля и будет если конечно вам не принципиально этот вопрос очень часто мне задают я например вижу а пальто а мне спрашивает ой вы вяжете пальто на девочку а вас а застежка совершенно другую сторону я всегда больше склоняюсь к такому мнению что до трех лет как правило дети сами не одеваются их одевают мама бабушки папы им удобнее как сына им большой роли не играет с какой стороны застежка поэтому если вы сделали на ту сторону то ничего страшного но конечно если вам это принципиально что для мальчик должна на одну сторону бы для девочки на другую значит уже делайте или в начале ряда или в конце ряда и так я еще буду вязать дальше на высоту моей резинки я провязала еще два ряда и уже маркерами отметила где будут меня регланной линии отметил согласно своей схемы 8 петелек 2 петли регланной линии 4 10 4 и 8 и теперь уже отрезала шерстяную ниточку она мне уже не нужно и беру свои нитки теперь мы с вами уже будем вязать этими ниточками первую петельку это у нас кромочная я потом всегда в конце работ уже завязываю и вяжем наших песен первых 8 петелек 1 2 3 4 5 6 7 8 дошли до маркера нам с вами надо сделать прибавление до регланной линии я делаю скрещенной петелькой маркер перекидываю и вяжу две петли лицевые маркер перекидываю уже после регланной петельки делаю еще одно прибавление и вижу петли рукава и так я буду делать прибавление до регланной линии и после регланной линии я буду вязать по лицевой стороне лицевыми петельками по изнаночной стороне изнаночными петельками кроме петель планки наши петли планки 5 петелек я буду вязать во всех рядах только лицевыми петельками таким образом у меня получается что основное полотно связано чулочной гладью а петли планки выполнены платочной вязкой и также чтобы у нас край работы не тянулся я буду выполнять кромочные не одну а двойную кромочную петлю сейчас я покажу как я ее буду делать вот я дошла до последних петли работу поворачиваю в лицевых рядах а у нас с вами будут полностью 5 петель планки обязаться лицевыми петельками в изнаночных рядах мы 1 кромочную петлю снимаем вторую петельку также снимаем нить перед работой и 4 петли 1 2 3 4 это у нас с вами наши петли планки остальные петельки мы вяжем изнаночными петлями те петли которые мы с вами прибавляли по лицевой стороне вдоль регланных линий также сразу же вводим в работу и провязываем изнаночными петельками и продолжаем вязать сейчас я провяжу этот ряд вместе с вами чтобы показать как в конце нашей работы также выполнить двойную кромочную петлю можно конечно вязать каким-либо другим рисунком например путанкой или полностью платочной вязкой но вот он рис за счет фактуры этой ниточки рисунок практически не заметен поэтому здесь вариант такой вам какая вязка больше нравится вот некоторые любит платочную вязку некоторые любят путанку такой вязкой и вяжите вот мне почему-то именно это пряжа вот это пряжа нравится в чулочном полотне я провязываю не надо чтобы было пять петель планки не забыть раз два три четыре пять вот еще одна изнаночная поэтому я дошла до планки 4 петли 1 2 3 4 я провязала лицевыми последнюю предпоследнюю я снимаю не провязанной нить перед работой и последнюю петлю я провязываю изнаночной и вот у нас с вами так получилось двойная кромочная петля и теперь уже мы с вами будем продолжать нашу работу таким же образом вяжем здесь лицевыми петельками вдоль по лицевой стране будем делать прибавление вдоль рекламных линий изнаночный ряд мы с вами будем вязать без прибавления и так будем мы с вами вязать на нужную нам с вами высоту наших рекламных линий я связала свои свою кофточку до того момента как мне надо будет уже вывязывать росток для этого возраста глубина проймы где-то 12-13 сантиметров я посчитала и мне надо связать высоту 34 ряда но я связал на 6 рядов меньше поскольку я сейчас буду вывязывать росток росток я буду вывязывать только по спинке поэтому я провязала петли полочки петли рукава я перенесла на дополнительную спицу они нас 5 на дополнительную ниточку и регланные петельки поскольку у меня их две я отделил таким образом одну петельку у меня относится к рукаву одна петелька относится к спинке и также вот на при пире по передней части 1 петельку я отнесла к полочке одну петельку я отнесла к рукаву вот что у меня на данный момент получается на спицах я вот черным маркером отметил количество петельок этот петли между двумя регланными линиями и теперь буду вязать только петельки спинки я провязываю первую петельку и и закрепляю и вяжу дальше я так провяжу лицевыми петельками до конца спины то есть вот у меня маркер до маркера и плюс одна петля у меня три главные линии я провяжу ее изнаночной петелькой это у меня будет кромочной работу повернуть следующий ряд я провяжу изнаночной и так я пробежу 6 рядов я провязала 6 рядов по спинке это у меня получается около до 3 сантиметров вот эта высота должна быть где-то для детей от 2 до 4 сантиметров вот у меня три сантиметра и теперь я буду уже соединять свою работу в круг они в круг а буду вязать в объединять полочки и спинку сейчас я покажу что за счет того что мы с вами удлинили спинку у нас по переду горловина стала ниже чем по спинке и вот образовался такой вырез и теперь но прежде чем нам с вами соединить надо посчитать какие связать подрезы подрезы это те петельки которые мы будем делать как при переходе от полочки к спинке у меня получается таким образом что ширина кофточки должна быть где-то 28 сантиметров это полуобхват то есть 56 сантиметров я перевела в петельки это у меня получается 80 петель я посчитала свои у меня получается 86 петелек но на с петельками планки а петельки планки надо убрать поскольку она же планочек с друг на друга находит поэтому эти петельки надо убрать поэтому мне к петелек хватает мне подреза не надо будет вязать хотя вот более удобен конечно вариант когда сделано подрезы а вот на взрослой модели я например обязательно делаю подрезы потому что это очень удобно носить но для деток у них все равно еще такая фигура что можно и не делать но если вот на этом этапе вы посчитали и вам не хватает петелек ну допустим у вас вот как у меня например 86 петелек а вам надо 90 не хватает 4 петли то есть по 2 петли мы с вами добавим с двух сторон как будем добавлять просто перед приходят петли полочки мы связали и вот лицевыми скрещенными добавляем нужное количество раз два это две петли с одной стороны и сразу же переходим на спинку будем продолжать вот так эти петельки спинки затем мы спинку до вяжем до конца петли рукава перенесем на дополнительную ниточку и уже при переходе от спинки к полочке также добавим еще две петли так как мне не надо этого делать поэтому я вот эти петельки распущу она еще не уточнила и уже в изнаночном ряду эти петельки мы с вами введем ра в работу провяжем по изнаночной стороне изнаночными петельками и у нас получится вот эти две дополнительные петли мне не надо я их распускаю и просто от петелек полочки я перехожу петлям спинки и буду вязать точно так же я провяжу спинку затем перенесу петли рукава на дополнительную ниточку и провяжу полочку и уже буду вязать дальше на нужную мне высоту я провязала свой жакетик до того места как буду менять пряжу вы конечно можете оставить и резинку связать тоже этой пряжи но хочу еще раз сказать что это пряжа плохо держит резинку и поэтому я и делаю все резинки из другой пряжи который более хорошо держит вот видите она здесь как хорошо поэтому сейчас я буду переходить уже на вязание темно-синей пряжи что у меня получается по рядам для моего возраста общая длина от проймы 16 сантиметров я перевела в ряды это получается 46 рядов я решила что резинка у меня будет 8 рядов и 38 рядов основное полотно вот поэтому у меня сейчас провязано 38 рядов и 8 рядов я буду вязать резинкой резинкой буду вязать один на один чередуя одну лицевую одну изнаночную вы можете уже по своему желанию хотите маленечко подлиннее сделать или покороче соответственно вы можете пересчитать на свои ряды и также можете сделать не само изделие нужны вам длинные а сделать резинку какой вы хотите ну я просто теперь беру другие ниточки и уже я уже и планку тоже буду обязывать вязать 1 лицевая и 1 изнаночная поэтому я сразу же с первой петельки перехожу на резиночку и так я провяжу 8 рядов и уже покажу как я буду закрывать свои петельки я связала 8 рядов резинки и сейчас буду закрывать первую петельку я снимаю следующий петельку меня лицевая я делаю накид к себе провязываю одну лицевую накид перекидываю через лицевую и предыдущую петельку также прикидываю теперь у меня изнаночная я накид делаю от себя провязываю изнаночную перекидываю сначала накид и предыдущую петельку и так я буду чередовать если у меня лицевая значит я делаю накид к себе если у меня изнаночная я делаю накид от себя и таким образом я закрою все петельки получится эластичный край который хорошо тянется но в то же время и хорошо держит свою форму сейчас я вот закрою еще одну петельку чтобы вам показать вот какой край получается вот я его растянула и вот он хорошо свою форму принял я связала один рукав чтобы показать каким образом он у меня выполнен я его связала с небольшим убавлением здесь вот я маркером не отмечены места у бабочек затем я равномерно также петельки убавила перед тем как перейти к вязанию резиночки вы можете вязать по своему желанию можно сделать его прямым можно сделать более большее количество убавлений тогда он у вас рука будет уже к началу вывязанной резинки и тогда уже не надо будет убавлять петельки при переходе от основного полотна к резинке но сначала я перенесла петли рукава с дополнительной ниточки уже на спицы и на примере второго рукава я покажу основные моменты при вязании рукава вот у меня рукав и так как мы с вами вывязывали росток поэтому нам надо будет добрать петельки я доберу с того с передней части одну петельку а вдоль ростка я доберу 3 петельки вот я сейчас покажу оно правда уже и здесь незаметно это место чтобы у нас с вами был постепенный переход от тела до к рукаву я беру свои ниточки и просто вот петельку поднимаю первую но не вот эту эту можно или провязать вот лицевой скрещены вот я ее поднимаю и провяжу лицевой скрещены или можно из предыдущего ряда вот из этой протяжки перебрать надо брать поэтому вы смотрите как вам удобней но я вот поднимаю эту петельку беру ниточку и провязываю ниточку оставляю чуть маленечко подлиннее в случае чего чтобы можно было где-то подшить хотя как правило этого уже не надо но все равно вот эта петелька у меня лицевая скрещенная и уже продолжаю вязать свои петли так я провяжу эту спицу затем две следующих и когда дойду до ростка и уже здесь можно поднять из протяжка из тех протяжек между рядами когда у нас образуется с помощью кромочных петелек вот здесь у нас цепочка из кромочных петелек ее конечно очень очень плохо видно но тем не менее мы с вами поднимаем я например подниму одну петельку подниму вот так аккуратненько вторую петельку и еще третью петельку одену их эти петельки на спицу и уже замкну свою работу в круг так я движу этот ряд и затем покажу как я буду убавлять петельки я провязала еще один ряд и сейчас буду делать первые убавления для этого я первую петельку снимаю и две следующих петли провязываю вместе и уже дальше вяжу по кругу до конца нашего ряда в конце ряда я также не довяжу три петли вот у меня эти три петли и вторую и третью петлю от конца я провяжу вместе а затем одну петлю провяжу просто таким образом у меня с двух сторон убавиться по одной петли но они убавляются не в конце или в начале спицы а с будет по одной петле по краям и так я таким образом я буду выполнять следующее убавление сейчас я покажу что у меня получается по рядам и по петелькам так я пыталась изобразить рукав после того как у меня я разделила свою кокетку на перед на спинку и на рукава у меня на спицах на дополнительной ниточке осталось 34 петли это 32 петли и две петли регланной линии с двух сторон 3-4 петли я уже вам показала что я добавила попереду одну петельку по тому месту где мы с вами удлиняли спинку я прибавил 3 петли и у меня получилось 38 петель длина рукава для моего возраста это 16 сантиметров или 46 рядов я написала что у меня 38 петелек и показал как сделала первое убавление то есть я провязала 2 ряда через 2 ряда я сделала первое убавление затем я еще провяжу 2 ряда сделаю также еще одно убавление и уже следующих 3 убавлений я сделаю через 8 рядов и в конечном итоге у меня получится что я провяжу 36 рядов и уже 10 рядов я буду вязать резинкой но резин перед тем как буду вязать резинку я сделаю равномерное убавление своих петелек как я это буду делать я уже покажу тогда когда дойду до резиночки я связала весь рукав сейчас у меня на спицах 28 петелек это мой рукав и я равномерно при переходе к резинке убавлю 6 петелек у меня получается это где-то надо провязывать третью и четвертую петлю вместе провязываю я сразу же первую у меня лицевая изнаночная и 2 следующих мне надо провязать вместе лицевой чтобы резинка сразу же образовывалась изнаночная лицевая и следующие провязываю так я перейду на резинку провяжу 10 рядов сейчас я покажу провяжу 10 рядов и закрою край эластичным способом как и закрывала резинку по краю изделия вот теперь моя кофточек готова полностью я подобрала кофточки вот такие пуговички мне они очень понравились на бирюзовом там на голубовато бирюзовом фоне темно-синие и темно-бирюзовые полосочки прям мне очень нравится поскольку при огромном выборе пуговичек иногда никак не получается подобрать то есть то что мне нравится и теперь моя кофточка готова полностью поэтому надеюсь вам все было понятно если вдруг возникают какие-либо вопросы пишите в комментариях пишите в группе вконтакте но думаю что поскольку кофточка связана чулочной вязкой с здесь ничего сложного с этой работой справится даже начинающая мастерица но тем не менее пишите я обязательно вам отвечу до свидания мои дорогие до новых встреч до новых встреч до новых встреч .